Дочка! Заманивает! Я здесь! Возьми меня! Мой любимый неолит! Это вчерашний! Тут как раз была керамика! Да, да! Ух ты! Круто! Вообще! Венчик! 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 Верхняя часть сосуда! Верхняя часть сосуда! Керамики наиболее интересны для археологов! Август 2017-го. Вот уже второй сезон подряд сотрудники отдела археологии Музея природы и человека ведут аварийно-спасательные раскопки на городище Нексимволь. Руководит работами кандидат исторических наук Татьяна Собольникова. Ну что? Ну слой есть культурный. Есть надежда, что не все тут сковорнули. Вот современный-то слой серый. Городище, этот памятник, он известен очень давно. Первые находки с него поступили в Тобольский музей еще в 1916 году. И с тех пор неоднократно его посещали и краеведы-любители, и профессиональные археологи, даже хорошо известный Чернецов побывал на этом памятнике и собрал коллекцию бронзовых изделий. Бюллетень общества изучения края при музее Тобольского Севера. 1930 год. Городище расположено в полукилометре от села Нексимволь к северо-востоку на левом высоком обрывистом берегу реки Северной Сосьвой. По словам местных жителей, за последние 10 лет смыло берега до 15 метров. Городище окружено с береговой стороны валом и рвом. Тоже керамика, и вчера такие фрагменты уже были, такая ярко-красная керамика, помните? Да, 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 да. Сказалось в униолитическое время, 4-е тысячелетие до нашей эры. 56, 15, 14. Все-таки это было какое-то святилище территориальное, то есть возможно и зауральское, то есть какие-то приходили оттуда население. Манси вообще достаточно поздний народ, который появляется здесь, да, вот он. Но они как-то так органично подхватили, и, может быть, повнесли свою какую-то мифологию. Бюллетень общества изучения края при музее Тобольского Севера. 1930 год. Во время своих проездов на лодке мимо городища, астяки всегда держатся противоположного, правого берега. Если же когда и проезжают левым берегом, то только без женщин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Просмотрел металлоотскателем эту площадь, в нескольких местах хорошо пищит. Поэтому сейчас я пока небольшими слоями до 5 сантиметров снимаю, чтобы расширить площадь. Касательно данного могильника, то об антропологическом типе мы ничего вообще сказать не сможем, потому что из-за того, что здесь достаточно агрессивная среда в почве, и кости просто не сохраняются. Для нас в лучшем случае доходит либо фрагменты костей в виде тлена буквально, ну либо зубная амаль. На территории Нижнего Приобе известны, локализуются два памятника археологии, которые так или иначе относят не столько к городищам, сколько к древним святилищам. Поэтому, ну какие люди там жили? Люди, у которых была какая-то своя религия, люди-воины, судя по находкам, которые, по крайней мере, не только охотились, добывали рыбу и так далее, но и в случае там могли оказать вооруженное сопротивление. О, здесь такие битвы были, тут и тысячи там наконечников стрел, тут сражались, короче, сражения, тут ничего только не было. Бюллетень общества изучения края при музее Тобольского Севера. 1965 год. Постановлением Совета Министров РСФСР, городище Никсимволь, внесено в список объектов культурного наследия местного значения. В этом же году поселковой властью решено поставить на городище лесопилку на священном месте. Более двух тысяч лет назад люди здесь не смели даже ветку сломать. Теперь разделывают на доски стволы и заваливают бревнами остатки древнего фортификационного рва. На древнем святилище разбивают огороды и выращивают картошку. Общение с местными жителями показало следующую ситуацию. В 80-е годы была практика сваливания отходов лесопильного производства в Северную Сосьфу. И в буквальном смысле трелевочными тракторами вместе с опилками часть культурного слоя городища также ушла туда, в Северную Сосьфу. Ситуация, конечно, удручающая, то есть смотреть на это не очень приятно. Кто только не собирал артефакты из развороченного нутранник-символя. Большая часть раритетов разошлась на сувениры. Местные жители иногда швыряли забавные безделицы из огорода прямо в реку или несли домой. Только в 2003 году работы по сохранению памятника включили в окружную программу «Культура Югры». Судьба у предметов археологии, которые разносятся по домам, она очень скоротечна. То есть они где-то теряются и все. То есть остаются только воспоминания. Сколько мы слышали рассказов о том, как, допустим, обваливается берег на городище, и все дети в школе начинают бегать с железными мечами и устраивать настоящее сражение. Где они сейчас, эти мечи? Нет. И, к сожалению, в эти моменты никто не среагировал тогда. И часть вот этой истории, она просто исчезла, погибла. Это уникальная находка экспедиции Стародумова. Гребень с двумя птицами. Древний художник изобразил сцену охоты. Какие пернатые вдохновили его? Вопрос для ученых дискуссионный. Скорее беркуты. Ну, сцена терзания, там, голова зайца. На самом деле, если посмотреть внимательно, хоть она там зеркально отражена, ну, как бы они терзают зайца. Прозвонили, очень такой четкий был сигнал. И мы прямо аккуратненько-аккуратненько стали снимать слой. И вот сначала вышли на гребень, а под ним лежал железный нож, который, собственно, извинел. И который, в общем-то, возможно, гребень этот и спас. И все, когда уже расчистили, конечно, это потрясение было. Ален, ты готова фотографировать? Здесь, на археологических раскопках, не покидает ощущение причастности к тайне. Дует ветер древних времен, под руками осязаемые глуп веков. Прикосновение к быту людей, что жили задолго до нас. Азарт первооткрывателя заставляет трудиться от зари до зари, пока позволяет солнце. И когда находишь, а двух одинаковых нет. Вообще никогда. И это постоянно как бы заново ощущение какой-то такой радости, так интересно, ничего себе, что-то новое. Он очевидно принесен сюда человеком, целенаправленно. И рядом с ним было много фрагментов керамики. Когда археологические предметы не мы? Есть ли они вырваны из контекста культурного слоя? Есть ли с ними не работали специалисты в момент обнаружения? Во время находки важно все. Расположение, соседство в раскопе. Иначе артефакты теряют взаимосвязь и уже никогда не откроют нам тайны своих создателей. Это пояс, да? Да, это поясная пряжка. Нексимоволь надежно хранит свои тайны. Но кое-что все-таки приоткрыл людям. Состав находок указывает, что это отнюдь не рядовое городище. Небывалое количество художественной металлопластики. Руки древнего мастера создали шедевры, которые поражают воображение. Нас, сегодняшних, легкой стрекоза, дикий хозяин тайги, медведь, люди с двумя головами и прочие загадочные, человекоподобные существа. К счастью, не все сгинуло в водах Северной Сосьвы. Спасенные нексимовольские редкости хранятся в российских музеях. Ими могут похвастаться кунсткамеры Санкт-Петербурга, Музей Уральского федерального университета и Краеведческий музей в Екатеринбурге, Музей Березово, Югорска, Североуральска и, конечно же, Музей природы и человека в Ханты-Мансийске. Северо-Мансийске. Березово, Югорска, Северо-Мансийске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова